Новое видео выходит каждый день в 20.00 5 мая 2018 года, красный день календаря. Именно тогда на меня вышло самое первое и последнее разоблачение, в принципе, во всей самп-ютубовской сфере. Потому что после ситуации с Брулевым многие люди, в принципе, поняли, что со мной, блядь, лучше не связываться. И просто не стали никак отвечать на мои ролики, никак ничего делать. Абсолютно на мои высказывания все стали игнорировать. Многие, вернее, некоторые люди даже боятся мое имя у себя где-то назвать. Я как, блядь, самповский Волан-де-Морт. Если ангела Касада еще плюс-минус как-то терпимо называют, потому что он вроде плюс-минус более-менее как-то известен, то меня лишь бы лишний раз не упомянуть, чтобы обо мне лишь бы лишний раз люди не узнали, в принципе, вообще. То есть, чтобы такого, я не знаю, не было абсолютно никогда. Вот. И вы знаете, что я вам могу сказать? Блядь, вышло на меня видео-разоблачение от Ярослава Брулева, которое он замаскировал под новости. Но, будем честны, у Ярослава Брулева новостной талант нулевой. То есть, это никакой журналист, никакой вообще какой-нибудь там, я не знаю, чисто даже комментатор новостей. Из него, блядь, никакой самповский Николай Соболев. Это, блядь, не Брулев. Вот просто, сука, я не знаю, любого животного, блядь, приведите, это будет лучше самповский Николай Соболев, чем Брулев, блядь. Потому что это просто невозможно. И вы знаете, когда я увидел этот видеоролик, где-то там в рекомендациях, или в подписках, или еще где-то было, я от него на тот момент не отписался, после этого ролика я от него отписался. То есть, мне еще и начали влудить в ВК, что про тебя там Брулев что-то сказал и так далее. Вы знаете, я вам честно признаюсь, я задрожал. Но я не задрожал, потому что он мог при меня сказать что-то страшное, как, допустим, я могу сказать про каждого из них. Нет, абсолютно точно нет. При меня нечего сказать. Я абсолютно чист, я абсолютно искренен. Я всегда говорю правду, или стараюсь, по крайней мере, всегда говорить правду. Я могу соврать, если ложь так или иначе будет во благо. Да, каюсь, я могу это сделать. В принципе, ну, кто такого не может сделать? Ты, наверное, будешь более хуесосом, если ты не соврешь тогда, когда это, в принципе, будет необходимо и вынуждено. То есть, ты врешь не для своей выгоды, а просто чтобы с человеком что-то плохое не случилось. Я не знаю, как это еще можно объяснить, но это примерно вот, то есть, как-то так. Я, то есть, я задрожал. Я, в самом деле, я до того, как посмотрел ролик, я смотрел на эту превьюшку, я смотрел на это название, разоблачение на самперов. Я просто думал, пиздец, сейчас думаю, блядь, он про меня всякой хуйни наговорил. Блядь, я думаю, пиздец, сейчас, блядь, отписки пойдут, сейчас, блядь, дизлайки пойдут. Просто вот я вот так вот включил ролик и сидел, смотрел, думал, пиздец, чё ж он, блядь, там такого про меня может сказать, сука, чё ж он там, блядь, такое скажет. И, вы знаете, он, я не знаю, как это вообще, в принципе, можно назвать. Это, в принципе, человек сел, человек уселся, включил камеру и начал что-то, вот как у меня, знаете, рофловые ролики, там, по типу разоблачивать, вот никому не нужно и всё прочее, это же абсолютно рофловые ролики. Я не проверяю в этих роликах информацию, я недосконально как-то её отсматриваю и так далее. Я играю в Ярослава Брулёва в этих роликах. Я не подаю их на серьёзных щах, я не пытаюсь уничтожить чью-то карьеру вот этими самыми видеороликами и так далее. Но Ярослав Брулёв, видно, что он хотел это сделать, он даже в комментариях, по-моему, написал, что я приговариваю его, блядь, к пожизненным дизлайкам. К пожизненным, блядь, дизлайкам я его приговариваю. Он написал то ли на своём ролике, то ли, блядь, ещё, то ли там на своём диссе, то ли ещё где-то, то ли, блядь, ещё где-то. Я думаю, это не важно. И то есть, вы знаете, нихуя, кроме того, что обо мне узнал весь сам Ютуб, вся, ну не вся аудитория Брулёва, там, на данный момент это 17 тысяч человек, плюс-минус, то, что обо мне узнали новые люди, блядь, это просто, это охуеть. Настолько я ему поджёг, блядь, его сраку, блядь, что он просто, блядь, не мог ничего больше сделать, что это прям вот пиздец, я не знаю. И вы знаете, вот именно после выпуска того видеоролика у меня были максимальные, сука, рейтинги на канале. Это, блядь, самый лучший месяц за всю историю моего канала. 75, сука, тысяч просмотров за один месяц. И всё это только благодаря Брулёву. Я не хочу сказать, что он просто нагнал живой трафик 75 тысяч человек. Нет, безусловно, меня дизлайкали. Мне писали комментарии, максимум сколько дизлайков было, это сотка. Но и то он там, блядь, накрутил дохуя и многое другое. И то есть я смотрел на это. То есть люди ждут каждый мой новый ролик. И каждый мой, сука, новый ролик они обсуждают. Вот эти вот подписчики Брулёва. Вследствие этого ролик выводится в топ. Его смотрят новые люди. И таким образом 75, сука, тысяч просмотров и 407 подписчиков. 400, блядь, 7 подписчиков. Это охуительно. До этого, правда, было 589 при 50 тысяч подписчиков. Видимо, все-таки, я не знаю, как-то менее активно стали подписываться. Или кто-то, возможно, я отписывался, потому что я не видел. Потому что подписчиков, видимо, было, блядь. В общем, я думаю, что это уже абсолютно не важно. И то есть, вот что я вам могу сказать вообще по поводу разоблачений. В принципе, большинство разоблачений, как таковых, если смотреть на них сейчас. Не вот тогда, когда мы там с Ангелом Касадом начинали что-то делать. Блядь, я сам по обзору, он начинал делать поясняю за и многое другое. Нет, абсолютно точно нет. А дело в том, что когда мы начинали это делать, мы в самом деле доносили правду. Мы в самом деле, блядь, рассказывали о людях. Ангел Касада пояснял за. Я делал, блядь, обзор. В самом деле. Наши кейсы, это, знаете, Луняша там. Вот. И всё, наверное. Потому что на Влада Гантелю я сам по обзору не делал. Ангел Касада не делал поясняю за Тофика Дипсайза. И, в общем-то, на этом всё. Но сейчас, вот если сейчас посмотреть на разоблачения, то в самом деле они, сука, настолько беспонтовые. Настолько, сука, они ниочёмные, блядь. Что это просто, это невозможно, блядь, смотреть. Никакого монтажа, ничего. Понимаете? То есть, никакого факт-чекинга. Если ты делаешь разоблачения, ты должен подготовиться максимально, блядь. Заказать моушн-графику, 3D-дизайн, сделать что-то самому, внести что-то новое. Внести уникальные скетчи, блядь. Либо просто обладать хорошим ораторским мастерством. У Ангела Касада нету особого такого монтажа. У него есть охуительное ораторское мастерство. Скажу от себя, я считаю Ангела Касада самым лучшим самбовским оратором в принципе. Ну, как самому лучшим? Вот именно по части того, что доносить какую-то правду, это самый лучший самбовский оратор. То есть, если вот так по качеству подачи, по голосу и по всему прочему, это, безусловно, первое место Андрюха Кевски. Безусловно. То есть, тут, блядь, даже обсуждать не надо. Андрюха Кевски это, блядь, первое место number one. То есть, лучше и более лучшей озвучки, чем у Андрюха Кевского, в принципе, не существует. Настолько эмоционально, настолько хороший у него окрас слов. Вот настолько хороший у него большой, богатый словарный запас, что ты просто смотришь, что охуеваешь. Блядь, это что за интеллигенция к нам спустилась, к крепостным крестьянам из нижнего интернета. Однако, вот, Ангел Касады это самый лучший самбовский оратор про себя, я не знаю. Я не смогу, не могу себя отследить от третьего лица. Я человек, я, в принципе, не могу быть объективным. Люди, в принципе, не могут быть объективными. Они, человек, это существо, в принципе, блядь, субъективное. Как человек может быть объективным? Мне вот это вот непонятно, я об этом вроде уже как-то рассказывал. Вот, но что я могу сказать? Ни одним разоблачающим роликом невозможно уничтожить ни одну карьеру, в принципе. Такого никогда не было, чтобы существовал-существовал-существовал канал и многое-многое-многое другое. И вот тут на него выпустили, блядь, разоблачение и всё. Он со всех сторон полностью распался. Вы можете мне сказать Эдварда Тева? Эдварда Тева, в самом деле, нет. Нет, ребят, Эдварда Тева сам всё прекрасно проебал. У него было много просмотров на Диси, на Лиску. Было также много дизлайков, но его смотрели. Если бы он не забросил, если бы он не ушёл в неактив, как ебаная какая-то малолетняя карлица, блядь, из-за того, что у него там дизлайки, плохие комментарии, многое другое. Если бы он продолжал ебашить, то он бы выжил. Вполне спокойно. Его даже сейчас там по 100 тысяч человек у него на клипах собирается. Это не хуёво, это, понимаете ли, не тысяча просмотров, блядь. Это не хуёво. Поэтому, в принципе, невозможно уничтожить человека разоблачением. Я вот это вот для себя понял. И, в принципе, невозможно что-то изменить этими разоблачениями. Я просто буду делать вот эти вот ролики, потому что мне их нравится делать. Мне нравится доносить до людей то, чего они, возможно, никогда не знали или не узнали бы без меня. В принципе, я понимаю, что без какого-то большого общественного резонанса хоть какое ты, блядь, разоблачение сделаешь, хоть что ты там, блядь, сделай вообще, никто не перестанет просто так смотреть человека. Никто абсолютно, даже Цезарь Крипсета, блядь, смотри, даже Сансета, сука, после общественного порицания абсолютно практически всех, блядь, самп-ютубовских деятелей, это настолько ненавистный чувак, что, я не знаю, он до сих пор существует, до сих пор есть люди, которым он нравится, так или иначе. И вот, то есть, ну это, это практически, блядь, невозможно. Чтобы, блядь, просто вот одним роликом убить канал. Это, в принципе, возможно, если человек, на которого ты сделал разоблачение, полнейший долбоёб, и он не сумел как-то правильно ответить, либо он вообще, знаете, не ответил, а резонанс был настолько большой, что всё, блядь, что всё. Просто, блядь, все ждали от него ответа, ответа они не дождались, соответственно, многие люди отписались. Опять же, не все. В принципе, невозможно убить карьеру одним разоблачением. Нельзя, в принципе. И даже целой кипрой разоблачения это не получится сделать. В общем, ладно. Я думаю, что я вам всё про вот это вот всё объяснил. Делайте, пожалуйста, качественное разоблачение, если вы их, блядь, делаете. Подходите ко всему с умом. Фактчекинг нормальный делайте, чтобы прям было заебись смотреть. И динамику. Динамику, пожалуйста, видео. Этого даже Ангелу Касада не хватает, могу так сказать. То есть, многие люди жалуются, в самом деле, что ролики у Ангела Касада длинные, а динамики вот не хватает. Динамику можно ввести монтажом, можно ввести зарисовками, можно ввести всем чем угодно. Опять же, жалуются другие люди. Не я. Я могу смотреть и часовые, и двух, и пятичасовые видеоролики. Мне без разницы. То есть, с перерывами, естественно, там на туалет, там ещё куда-то отойти. Однако, да. В общем, ладно. Я думаю, что я вам всё рассказал про разоблачение, что можно было, в принципе. До меня рассказал Стас. Ай, как про... Ой, извиняюсь. Макс Пауэр до меня это рассказал. Или там, блядь, Стас. Да я не знаю, кто там из них. В общем, пусть разбираются сами. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok